Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как пластика для мужчин и какие эстетические операции делают мужчины. Сразу хочу вам напомнить, что пройдя по ссылочке, которая прикреплена к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, начнём. Ну и сразу хочется сказать, что не стоит думать, что все эстетические операции, они только для женщин. Многие эстетические операции делают и сильная половина нашего человечества, то есть мужчины. Начнём с операции на лице, такие как блефоропластика, фейслифтинг, подтяжка шеи. Все эти операции очень хорошо дают свой эффект тогда, когда к ним обращаются и лица мужского пола. Прекрасные результаты, прекрасное омоложение лица, век. И мужчина, так же, как и женщина, сбрасывает после этой операции несколько десятков лет. Поэтому мужчины достаточно как часто обращаются, так достаточно часто им эти операции делаются. И эффект от этих операций ничуть не хуже, а может быть в некотором случае даже лучше, чем у женщин. С учётом того, что я в основном выполняю операции на теле, а не на лице, я хотел бы более подробно остановиться на этих операциях. Мужчины ко мне обращаются со следующими проблемами. Это наличие жировых отложений в области спины, боков, живота. Либо это мужчины, которые сбросили достаточное количество килограмм, 40-50 и более. В результате чего у них кожа, к сожалению, не сократилась, а провисла. Висит в области живота таким фартуком, в области спины и в области груди. Вот это основной контингент мужчин, которые обращаются ко мне за помощью к эстетическому хирургу. И вот это две группы, которым выполняются следующие операции. То есть те мужчины, у которых имеются жировые отложения, они просят эти жировые отложения убрать. И тогда им выполняется операция липосакция. Мы убираем жир. Но опять же хочу сказать небольшое отступление сделать. Что, к сожалению, у мужчин накопление жира несколько по-другому происходит, чем у женщин. Вот эти вот большие животы, мужские, так называемые пивные животы. Это жир скапливается не под кожей, он скапливается внутри брюшина. То есть у нас есть так называемый большой и малый сальник. Это абдоминальный жир. Вот набор, скажем так, этого жира и происходит у мужчин. И, к сожалению, с помощью липосакции или какой-то другой эстетической операции этот жир убрать очень тяжело. Поэтому, дорогие мужчины, если у вас большой живот, то здесь вам на помощь приходит диетолог, либо эндокринолог, либо спортивный зал и фитнес-тренер, которые вам с этим жиром помогут справиться. Но если же все равно жировые отложения остаются подкожно в области боков, чуть-чуть в области живота, то с этими так называемыми жировыми ловушками очень хорошо можно справиться с помощью липосакции. Прекрасно все убирается и, скажем так, силуэт после этой операции становится более такой спортивный, привлекательный. Плюс есть такое дополнение, как липомоделирование, да, то есть с помощью там забранного жира можно даже прорисовать так называемые кубики на животе. Это будет смотреться достаточно красиво и, в принципе, тело и фигура приобретает более такой спортивный вид. Ну, как одна из опций таких липосакции, липоскуптурирования. И вторая группа пациентов – это те, которые уже самостоятельно сбросили достаточно большое количество килограмм. Как я ранее говорил, это были у меня пациенты, которые 60-70 килограмм сбрасывали. Но, к сожалению, кожа не справляется с такой большой потерей веса и не сокращается, а провисает в виде фартука. И также провисает кожа на груди, на спине, вот, что требует уже непосредственно ее хирургического удаления. В этом случае проводится следующая операция – это бодилифт, то есть круговая подтяжка тела, если необходимо подтянуть и спину, и живот, да, то есть подтягивается область ягодицы, область спины, и далее производится абдоминопластика с удалением избытка кожи, с удалением этого фартука. И еще одна операция – это подтяжка груди. У мужчин она несколько специфическая, проводится не совсем так, как у женщин, но смысл такой же. Мы избавляем мужчин от провисания в области груди, грудь становится подтянутой, ну и в последующем, если мужчина начинает заниматься спортом, она приобретает уже свой объем, характерный для мужского силуэта. Вот эти те основные операции, которые выполняются мужчинам. Итак, дорогие друзья, я вам рассказал о тех основных операциях, которые производятся мужскому населению, нашим мужчинам. Вот, пожалуйста, если какие-то вопросы остались, пишите их в комментариях, я на них обязательно отвечу. И, кстати, сразу хочу напомнить, что по ссылочке, прикрепленному к этому видео, вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию, поэтому, мужчины, пожалуйста, присоединяйтесь, записывайтесь, если вас интересуют какие-то вопросы, давайте их присылайте, будем обсуждать. И, так сказать, если у меня будет такая возможность, я обязательно вам помогу справиться с вашими какими-либо там проблемами. Всем здоровья, удачи и до новых встреч!